всем здравствуйте дорогие друзья с вами герман мы начинаем серию по реальной рыбалки и мне посоветовали на вот в чате что можно ловить сама на жабу очень дорогая наживка 5 штук стоит 1000 рублей судак понятно и еще можно на спиннинг воблер x ldr поймать сейчас попробуем с вами это дело осуществить но как видите нифига не работает нифига не работает судак жабу нашу жрет как не знаю кто здесь какой-то судачий рай правда вот реально мне кажется на что я здесь на чтобы я здесь не закинул всегда будет клевать судак давайте попробуем здесь кинуть на краба про просто ради интереса вот правда ради интереса что мы здесь в поймаем на на краба и закинем на моллюска вообще на моллюска тоже как бы если исходить из реальной рыбалки клюют очень неплохие так так сейчас напишу на жабу клюет судак что ему не нравится а с буковкой он написать опа чан на моллюска что-то поймал судак он больше чем уверен судак да пипец судачий рай реально ребята просто судачий рай но ловить судака во первых на 400 килограммовую снасть давайте наверное ее уберем вообще ее вообще уберем потому что мне ее честно мне ее жалко очень дорогая снасть для меня пока что на данный момент она действительно очень дорогая и я как бы не хочу ее забивать судаком что то есть как-то ее немножечко давайте лучше попробуем поймать судака на вот этот вот воблер может быть он их поймается но как бы не знаю надо пробовать если он поймается то конечно удочка моя может сломаться вообще просто в хламину но попробуем так на первой не забываем у нас стоит краб и может быть что-то на краб у нас и закрабиться отлично отлично ищи глубину помельче и неудачная подсечка у нас была какая-то пробуем пробуем ребят пробуем потому что ух ё-моё ни хрена себе это сом походу ребята вот это вот сом но не забываем удочка на 100 килограмм поэтому то есть может вот это вот простите я его не посмотрел давайте зайдем в трофеи и посмотрим сом на 38 на 38 килограмм мне сделал такую жизнь афигеть а что будет если на 200 клюнет если я не успею убрать так сказать палец с мышки по ходу удочка моя просто разорвется блин жесть тянешь ты понимаешь что страшно и всего лишь 38 килограмм либо надо покупать спиннинг но я почему-то думаю что это вообще неправильное вложение денег опана краба поклевка давай давай тут снасть помощнее водоросли бог ты мой так ладно давайте попробуем на икру может быть что-то на икру здесь возьмется интересно если клюнет опять судак я буду угорать просто реально сюда клюет на все может бы тут просто зарядить червя и судак будет прям лупасить на червя купить так все растяпа понятно все ясно все ясно то есть хотя давайте нет нет не такой я хотел такой давайте такой поставим потягаем может быть что-то мы тут и натягаем тут только это только по толще воды может что-то кстати может быть на него судачок будет клевать надо проверить на такой воблер так вот уже что-то попалось у нас что-то есть думаю вот на судач для судачка вот как раз щука ребята ни хрена себе масса может достигать 35 килограмм интересно это я не знал разведка разведка то есть серия разведки на что мы можем поймать ту или иную рыбу хотя можно в принципе зайти почитать на форуме львовну людей спрашивал но люди тоже лягуха я потратил бабки на лягушку и в итоге ее сожрал судак я как бы хотел чтобы было получше что-то знаете из рыбы и в итоге мы поймали сама на что на кусочки мяса такого более-менее 50 килограмм а все остальное то есть мы с вами вообще как видите пока никаких поклевок нет пока тишина это наверное у нас опять щучара клюнула но судя по думаю килограммчиков 20 быть должно по борьбе по борьбе давай 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 блин убирается не видно давайте посмотрим 15 килограмм кстати неплохо опыта дают так но что с тобой делать что же здесь а прикрепить такого чтобы как бы что-то клевало давайте будем методом таким вот методом проверять интересным это это будем ставить смотреть щука ловится кстати мне говорили кидать в разные места всегда когда были с нишки по той что в одно и то же место тут ты можешь поймать то есть не поймать а в другом может пойматься то есть как бы рыба то клюет то не клюет то есть в одно и то же место закидывать как-то то есть меньше шанс что ты что-то поймаешь ну не знаю как видите чё-то кидаю вообще ничего не ловлю вот только посерединке две щучки поймал не знаю не знаю вот это вот маленькая щучка но щучка нормально так бьется ну как сопротивляется имею ввиду прям хорошо жерех ух ёл ребят чем мы здесь только с вами не ловили да и вообще вот на этой локации мы с вами поймали таких и такие виды рыб которые я вообще не как бы никогда не ловил муха ручейник тесто хлеб давайте на тесто вот ради прикола что на тесто будет клевать я думаю если поставить сейчас кстати давайте поставим вот этот воблер если сомик на него хорошо клевал может быть на него будет хорошо во первых на него на лим клюет это так для сводки и на него должен клевать по идее судак тоже если я не ошибаюсь щука она вряд ли такой возьмет щука любит более быструю игру вот вот как раз о том о чем я и говорил судак и судак 7 килограмм 700 дает 23 тысячи опыта по моему очень отличное решение и тут снасти в принципе на судака подойдут спиннинг на спиннинг думаю на 50 килограмм с головой вот просто закупиться 50 килограммовый спиннинг взять и взять к примеру удочку одну килограмм вот тоже на 50 и ловить но правда вот на 50 килограмм удочку на живца живец дорогая наживка дорогая с а судак как бы не отобьет деньги эти вот в чем-то тоже немножечко приколюха хотя не но отобьет на просто будет мало прибыли а если именно раскачаться в опыт уходить то в принципе вот неплохая рыба вот опять вот что-то интересное ну я думаю либо это трофейный судак туда ближе к трофейному либо вот на лим такого о у нас что-то клюет на тесто вот опять трофейный судак на тесто у нас в принципе может и жерех клюнуть опять же и карась тут есть понятно все тесто здесь не варьируется ручейник хлеб червь живец бойл на бойл по моему тут не ловили да давайте попробуем а вот что-то и зацепим интересное еще мне что нравится рыба очень сама быстро подплывает к низу не всегда не всегда да но подплывает и поэтому очень интересно то есть наблюдать когда вот рыбака рыбка блин и подплыла не подплыла так что крутяк крутяк судак опыт прям классно дает в принципе вот у вас открылась река мокша если вы хотите вас задолбал сомик до канальный вы хотите на судачка у вас есть денежка вы можете закупить живца и рвануть как бы сюда половить судачка думаю будет круто по опыту вы точно как бы не останетесь не удовлетворены опыта получите хорошо так сундук вот еще кстати налим попадается панель налим тоже опыт дает охренеть налим это тоже такая специфичная рыба по идее и поймать трудновато так глубину помельче ну вот это конечно тоже такой совет помельче глубину попробуй там поймать сама на лягушку ибо судак жрет говноед на бойл да либо карась карп навряд ли карась серебряный но это это не очень спортивно это нам не подходит это нам не подходит а стоит только нам поставить живца кинуть к примеру ну тут сильно большая глубина у меня стоит давайте наверно на 405 сделаем ямка на накрыта вот это есть кинуть сюда мне кажется будет просто судак шпарить сейчас кстати еще зайдем посмотрим сколько этот живец стоит я не помню по цене насколько дорого если он стоит больших денег то естественно но я помню что он это не дешевая наживка то есть она стоит неплохих денег так это мелочь какая-то вообще окунь вообще пипец ребята кидаем сюда нафиг по этой это я сильно перебрал вот так вот вот не туда вот ямка тут вот у нас клюет нормально и судачок и налим вот это кстати вот такое либо налим либо судак щука вот судак щука там не клюет а вот в ямке глубина на живца 420 судачок себя в принципе чувствует очень а нихрена значит наверно судак ночью в основном а окунь видите живца окунь хватает днем перебивает кстати на живца может и щучка попасться по идее по идее щука может клюнуть так давайте еще раз проверим не мне походу вот окунь живца вообще не целесообразно тратить поэтому вы не ловите днем на живца уже вот как бы проверено посмотрим что мы заработали 11000 то есть тридцать одну тысячу мы заработали мы купили короче путевку на один день 5000 до мы 25000 уже положили себе в карман чистыми деньгами то есть это круто это круто но я конечно ничего не положил потому что эту одно купил то третье купил то может быть тысяч пять я всего лишь себе и положил время это по наживкам а если вы едете целенаправленно то то есть как бы вот даже хотя бы со спиннингом будем в любом случае останетесь в плюсе живец там мы сюда зашли чисто за живцом 400 рублей да то есть вы видите как по 100 штук 2000 но 100 штук даже если взять по килограмму до это 60000 то есть если вот если килограмм судак будет ловиться это 60000 уже если по килограмму судак но такого не будет ловиться поэтому в принципе можно смело брать и ехать ловить пробовать не бояться вообще ничего ехать ловить так у нас потом открывается локация вот это озеро в деревне где мне сказали что потом пойдет то есть легче легче именно на озере у деревни даже сейчас не знаю что делать либо на могше посидеть либо на рыбхозе где будет мне более комфортно честно правда не знаю и там блеснить и там блеснить и вам как бы сказать тоже прям так не могу могу только сказать что наверное вы сами вольны выбирать где вам лучше сидеть на какой локации и ловить то есть рыбу потому что здесь и канальный сомик ловится и он как бы прибыль не на 10 рублей и для начальных то есть уровней для игроков таких как мы с вами ну я конечно не прям начальный но все равно все начальный он будет более прибыльный как я считаю по своему личному то есть по моему мнению вот в дождь он клюет вообще очень круто и его неплохие экземпляры попадаются но а кстати у него опыт наверное как у судака получается наверное вот сейчас вот да вот на 7 и поймали опыт как судака или у судака у судака все равно побольше будет опыта да наверно у судака побольше поэтому в любом случае если вы за опытом но немножечко то есть 10 рублей да с килограмма вы теряете вы можете пойти то есть на судака если же вы хотите заработать неплохо то есть опыта точнее денег него я уже путаюсь денег валите на рыбхоз и ловите здесь канального сомика в дождь канальный сомик ловится вообще очень хорошо клюет он часто если у вас еще есть удочка не только спиннинг то кидаете на удочку и сидите тягаете только единственно видите что судак там крупный ловится то есть хорошие то есть экземпляры а здесь сомики не знаю почему меня но ловится как-то не очень крупный он не знаю почему с чем это связано но у меня так поэтому всем спасибо за внимание подписывайтесь если вам понравилось делайте репостик ставьте большой палец вверх и комментируйте эту запись естественно если есть какие-то советы подсказывайте говорите будем это все рассматривать и в следующих видосах использовать всем огромное спасибо и до скорых встреч пока пока